Игровой канал Ивана Фалиота представляет Мне удалось отправить весточку в орден Через своего старого знакомого Андрея Кузнеца По крайней мере, Мельник узнает, что я жив Что я не справился с его заданием Но и не отказался выполнять его Да, но ты и влеп парень Ну ничего, я тебе, пожалуй, смогу помочь Есть у меня связи Так что сообщение твое в орден передадим А сам ты сейчас, значит, в поле собираешься? Прямой дороги туда-отсюда нет Но в старой церкви на болотах неподалеку ордена есть база Так что отправляйся, пожалуй, туда Если удастся передать вашим весточку Там тебя уже встретят Да, брат А у меня тут новая жизнь С Кузнецкого моста я ушел Его совсем красные под себя подмяли Войну почуяли И теперь ищут везде шпионов Всех под одну гребенку И в лагеря И вот народ и побежал Из Кузнецкого Да и из самой красной линии Видал, красные бронепояс строят? Ну и мы строим Построили, точнее Из деталей, что берутся с моста тащат Вот, полюбуйся Красавица, а? Другие даже имя придумали Как в такую не влюбиться Да, хороша И потрудилась славно Столько народу вывезло Только теперь возить уже некого стало Все либо ушли Либо в лучшем случае По лагерям до штрафбата Так что Бери Залезай Ну что, друзья Всем большой привет Меня зовут Иван Вы на канале Фолиота Метрова слайд Седьмая часть Рейнджер Хардкор Мы тут ее все подкручиваем по инерции Так что управление сейчас не самое Зато свет, что надо Пауков с ней может не бояться А в дальних туннелях их полно Поезжай, Артем Тут путь не близкий Лучше времени зря не терять Спасибо тебе, мил друг Наш кореш Подогнал нам дрезину на халяву Дрезина по имени Регина Вот, и мы отправляемся в этой серии По заброшенным и страшным туннелям В которых обитает Очень-очень много Разного рода нечисти Будем притормаживать перед каждым выходом Разглядывать, смотреть Вот Буду стараться не пропускать Все нычечки, которые традиционно Будут попадаться Так, места страшные, жутковатые Все в паутине Все в какой-то соплях, в грязи Так, вот вспышечка ударена Так, все, прекратил играть Что у нас здесь Есть Ничего нету Есть патроны И есть дроби Пистолет нам не понадобится И сейчас Очень скоро я Думаю Мы отыщем дробовичок Неплохой Вот, который нам поможет В очень-очень Многих ситуациях в будущем Та-та-та-та-там Красивый такой свет Страшноватенько так ехать Так Первая у нас Вторая Остановка Я думаю Первая такая глубокая дверь Тут будут такие Маленькие и большие нычки Открывается он Смотрите У нас здесь сразу встречают Паукана Отстреливать Коконы смысла нету никакого Я, честно говоря, не понял Спавнить они бесконечно Или же Можно всех перестрелять Но Блин, с пистолетами Да, хотя, в принципе Их когда на брюхо переворачиваешь Они из пистолетного патрона Умирают неплохо Надо к себе близко не подпускать их Потому что Свет не всегда срабатывает Не всегда они поджариваются Должным образом Как того хотелось бы И как Должно было бы Поджигать Вот И Могут вас они поранить Очень серьезно Три Там удар Четыре Все Вы Собственные Отправляетесь Паутину Влипкую Таких уродов Из ластерина колец Так Ну что Проходим дальше Собираем Смотрим Вынюхиваем Страшным Страшным Блин Но Любопытство Знаете Жадность фраера Изгубила Но Надеюсь Что это не про нас Сейчас мы все это тщательнейшим Так Вот еще один большой Коконок Вылетла дрянь Из него Скорпионистый Блин Из чего Вы ее Научились Видите А тут Что у нас Не Здесь Нам дали Шустры Это напоминает Мне Fallout От Часть Конечно Удивлюсь Если разработчики В какой-то Мере Вдохновлялись Там Ушенными Подземельями А там Ушенными Подземельями Ой Как много И ой Как много Там Обитального Так Не здесь У нас Дробашок Находится Так Вот еще Этот Как его Который Дроби Бьет Заряжаем Электричеством Здешний Трансформатор И свет Врубается Повсюле Сейчас Собственно Это должно Будет Разогнать Гряний Мелкопакостных Мелкопакостных Хорошо Приятно Удачно Зашел Заглянул Так Вот здесь За паутиной Ничего Наверное Там нету Блин Жалко Что Друговика Пока еще Нету Ну В принципе Пока Он Не нужен Особо У этого Точно Больше Ничего Пока Дробью Однозарядную Постреляем Так Пришли Так Больше Что Ли Нету Здесь Этих Товарищей Бояться Дальше Лезть Не на ногах Светлесе Стало Такое Ощущение Но Все же Спокойнее Теперь Хоть Дышится Нам Шить Сволочкой Нужно Жить Отравляют Так Ну да Пришли Ну все Посмотрели Поздравляю Идем дальше Заряжаем Свет Наш Фильтр Нам Противогаз Не нужен Помчались Дальше В тунле Еще Видите Местами Свет Даже Горит Кто Питает Что Вернее Его Питает Вот Походу Такие Подобные Электрощитки Тут Еще Имеют Остатки Электричество Вот Дырки 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 Видите Сразу Бауки Поджигают Сразу Краснеют Сразу Загар Такой Легенький Появляется Аля Солярий Так Что-то Взяли Полезное Регина Дубовицкая Шутки У меня Услаговские Так Вон Еще Одна Дрянь Бежит Ну А Они Бегут По Скрипту А Вот Еще Одна Нычка Естественно Мы Заходим Друзья Мои Ну Что Вы Думаете Что Я Пропускать Это Все Буду Удовольствия Никак Нет Лезем Лезем Все Глубже И Глубже Опа А тут Прям Сходу Нам Дают Или Не Дают Что-то Мы Врубили Но А Во Врубилось Смотрите Хорошо Получатка Где-то Есть Так Вот Кстати Еще Один Ублюдок Который Мне Не Нравится Мой Лучше Давайте Или Тот Оставить Даже Не Знаю В Принципе Блин Не Не Очень Хочется Прицел Прибор Ночного Видения Выбрасывать Здорово Тараканчик Как Тут Можно Успеним Поджечь Тут Тоже Тоже Свет Очень Силь Как Вы Хотя От Ядовит Грибов Наверное Свет Особо Не Критичен Тихо Тихо Не Надо Так Я И так В туалет Хочу Когда Подобные Места Посещаю Еще Тут Пытаются Всякими Потрескиваниями Лампочек Напугать Ништы Какие Хитрые Че Бошнишь Лишь Ничего Какая-то Коротенькая Комната Ну Вот Я Говорил Сейчас Длинные Нычки Наподобие Под Наподобие Подод Пардон За Тавтологию Ой О Вот Это Муравей Уже Или Паукан Паукан Не будем Мы с ним Особо Церемониться Пускай Он там По своим Тоннелям Тоннелям Да Лазит Мы Сейчас Светом Отсюда Прогоним Главное Не пропустить Какие-нибудь Вот Дверки Которых Могут Быть Полезные Вот Большая Наша Первая Остановочка Друзья Мои Давайте Потихонечку Лазить И смотреть Тут Гермоворота Ну и Конечно же Наверняка Нет электричества Кто бы Мог Подумать Идем Идем У нас Только Один Путь Все Линейно И Опять По Учатине Попадаем Ну что ж Здесь Довольно Таки Темно И У нас Могут Быть Проблемы Так что Приготовьтесь Приготовьтесь Отстреливаться И Подсвечивать Еще Можно Палутину Поджигать Так Выпался Еще Убил Вроде Убил Прикольно Еще Так Ну-ка 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 Видите Ну давай Че ты Вот Смотри Че ты Отстрелил Может Его Можно И так Еще Одного Убил Может Че Можно Без Особых Этих Как его Без Поджиганий Отстрелил Ему Там Парочку Панцирей Нет Смотрите Живой Еще Гниля Обожженный Весь Прям Обжигает Да Ну Ты Пойдешь Он там Туда Убегает Остужается Да Все Сдох Очень Неплохой Пистолетик Такой Для Стрельбы Вот Для Прицельной В Активной Жаркой Схватки Конечно Не Поможет Но Зато В Подобных Ситуациях Вполне Применим Так Поползаем Дальше Что у нас Тут Шутка Конечно Такое место Противное Ребятки Атмосфера Просто Зашкаливает Каждая Новая Дизайнерская Мысль Каждая Новая Локация Просто Таки Поражает Меня Лично Своим И Разнообразием И Детализованностью И атмосферностью И Пугает Зараза Ну Как Пугает Заставляет Нервничать Традиционно Пугал Меня Дед Спейс Все Остальные Уже Так Во Свет Спасительный Наш Свет Который Нам Позволит Тут Отсидеться Какое То Ремни Но Пауки Походу Здесь Судя Потому Что у них Туннели Есть Они Здесь Спавнятся Бесконечно Кстати Я уже Убил Сколько Трои Да Вот Видите Он Откуда Падла Вылез Сбоку Припек Что Называется И Меня Закоцал Гадина Опять Вот Зараза Занырнул Прям Хрен За Ними Че Че Из Дроговика Что Ли Нет Или Я Че Пропустил Или Позже Он Будет Немножечко Заросло Паутина Заросло Заляп Паука Тут Окупировали Знатно Где Где ты Блин Откуда Я боюсь Щелка Щелканье Не слышны Откуда С 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 Ну и Че Тебя Не Это Манирующие Просто С Что Ты Не Поджигаешься Опади Еще Один Такой и ведь ему по варабану работал вдох все вроде разобрались я надеюсь что мы там всех повырезали к чертовой бабушки да напряженная такая достаточно найти а вот я признаться щекотливо так себя чувствую подобных каустрофорию может развить людей наверху так письмо вот в эти стоп видите у нас есть стрелка наука так видите у нас все прямо дорогу указывает нам стоп а еще ведь можно ее передвинуть на красный красную ветку только для этого надо отъехать назад все понятно давайте отъедем назад видите да все она заморгала и теперь можно расхерачить наверное деревяшечки дрезиной нашей грин дрезин главное не разбить уж очень она какая-то прям здесь вот нычечка да нам даже дали вспышку по этому поводу давайте осмотримся предмет полезностей патронов дроби полным полно дробовика я правда своего своего до своего не вижу здесь чуть есть ну ничего нет так она контейнеры там тоже ничего нет вот здесь еще есть смотрите о калаш с этим с прицелом да давайте посмотрим с маленьким зумом прицел он как вроде бы снайперский наверное да считается я не знаю я в прицелах не очень ботинок-то поваляется ну все что ли да вот такая вот не самая полезная нычка оказалась но оказалось эту вспышку дали разворачиваемся едем к стрелке перекидываем ее на левую сторону и вперед дальше путешествовать по туннелям надеюсь что пауканы нам больше не встретится ну и правда мало как за всю игру признаюсь я на спойлере очень редко встречаются поэтому волноваться особо за счет насчет не стоит они почему меня именно был волнуют шамни очень утомительно с ними разбираться могут там нас окружить пятеро могли бы так он бежит манстрила стоп давайте-ка сюда сходим и не всегда на них просто свет работает а это просто здесь видите проходик и намек нам что есть тайная комната что можно повернуть было надеюсь кому-то это поможет может кто-то проморгал или кто-то собирается тихо 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 все короче да меняет сейчас здесь бестиарий так называемый местный с пауков мы сейчас переключимся на хищников на этих на хантеров охотников только сперва заглянем так а у нас чё у нас это дело оказывается маска где-то что я не обращал внимание ну ладно ой 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 вот хорошо повернулся а вот прикиньте блин вот сейчас бы я такой иду себе да смотрю тут по сторонам и этот падал тут врывается надо было ее прибить наверное сразу как только увидел скотина а о вспышку дали все больше ничего полезного к сожалению тут нету ящики эти всякие саквояжики и рейдикюли несмотребельные и неоткрывабельные поехали 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 дальше так сейчас наверное за нами по пятам только тушку вот видите освещаемый туннель то есть поверх вот рядом а теперь понятно почему мы в этом противогазе я просто как-то честно говоря проморгал что-то в момент когда я его одевал но не заблажен нам главное не пропускать скаямбо ах ты падла вертлявая так это у нас так редина засияла красными что-то красный свет такой так фильтрок понадобится вот и вспышка вот место очень такое веселого здесь дробовичок лежит как он там называется не помню будет который многозарядный и был он еще в первой части в ласт лайте который мне не очень к сожалению понравился ибо он не очень мощно там пробивал о завалил завалил одного удара но он здесь не один второй попался в жбан прямо у меня а вот третий уже как-то не очень и четвертый тоже блин отличиться быстро смотрите как два удара меня просто слава слава богу слава богу что он на свои лапы поганый да что ты не сдохнешь ты никак а скотина ой 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 вот эти вот конечно коридорные пострелушки с напрыгивающими на тебя монстрами особенно когда у тебя постоянно после каждого выстрела перезарядка происходит и ты уязвим становишься немножечко конечно щекотят одно место аккуратненько все собираем просверлить тут особо нечего только патроны изводим на эту нечисть ну хорошо я надеюсь мы все здесь перестреляли так где мой дрободан вот здесь наверное где-то лежит он да так на тухо сэйфик сэйфи что-то патрончики золотые валютные золотовалют какой-то несчастный тут растерзан бедолага да забираем дробовичок сколько тут 6 да зарядок у него 5-6 не ладно не суть важно важно что мы теперь немножечко покомфортнее будем себя чувствовать вот в коридорах подобных то есть скорострельный очень очень убойный и даже если нас будут со всех сторон напрыгивать мы сможем позволить себе отстреляться так у меня уже заканчивается очередной фильтр но фильтров у меня навалом как вы можете помнить я их там насобирал кучу вот даже если они сбрасываются после каждой главы в чем я не уверен то 3-4 фильтра вот с моим таким неторопливым рысканием по всем углам вполне себе хватает ребятки так что можете если вы внимательно все тщательно исследуйте в какой-то степени я думаю даже лучше чем я я иногда даже что-то умудряюсь пропускать хотя очень и очень интересно в каждую нычку просто стараюсь помимо всего прочего еще в хронометраж укладываться поэтому приходится иногда что-то упускать из виду я думаю а все что на этом заканчивается локация ну ладно давайте возвращаться все главное что дробовик мы взяли просто сейчас будет очень интересный такой момент мы сейчас пойдем на дрезине за нами будут бегать вот эти вот мы тут разбередили осиное гнездо и возможно способствовали возможно они нас услышали эти монстры и не знают о нашем местоположении хотя я думаю это и так было бы известно скрипт сработает и все так ну что я так понимаю это наша Регинка так сияет ну хорошо прикольно приятный свет такой так а вот какой-то вагон нам преграждает путь нам у него что врезаться надо да нам надо врезаться и толкать его благо спереди тогда нас на то не нападет надо ожидать нападения садим ага вы видите уже наверху наверху уже за нами ага и бежит 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 ох хорошо подстрелил ой-ой-ой фух успел отстрелить господи благо одного успел в голову подстрелить из углюдка ничего не плохо неплохо вот только конечно он оружие долго переставляет с одного на второе и контр-страйк конечно тебе это так он еще сверху так ну будем поджидать тогда пока у нас запрыгнут чтобы в упор расстреливать уж наверняка без промах потому что без убытка можно и промахнуться пока они там бегут прыгают как не знаем кто как как блоха по стеклу так во местечко козырное давайте вылазить смотреть о да начинается короче такой знаете с монотонных изучений ну правда как они монотонны зато они атмосферные изучение локации вот этих вот всех заброшенных туннелей у нас начинают уже немножечко телепать давать знать о себе монстры этим и нам уже ух ты смотри какая-то комната призрачная да смотри здесь что нам нашептывают хоть и свет зажгем зажженным светом как-то веселее гораздо больше здесь ничего смотрите какую-то здесь какая-то что было палатки нам же вспышку дают за что правда не понимаю и вон там что-то лежит там походу снайперская винтовка но ее я брать ребята сразу говорю не буду я попробовал ей пострелять мне не очень впечатлило передряжаться долго она будет патронов мало на нее вот это одно из тех немногих видов оружия которые я которые я вам не продемонстрирую к сожалению ну так буду показывать где они лежат но если кто играет параллельно и знал об этом вуаля здоровье как даже снайперская винтовка просто обычная винтовка она у нас кстати была еще даже в магазине когда мы на dvd-6 были могли ее в принципе с собой взять они просто дальше будут еще со снайперскими этими встречаться но я вам покажу если кто повторюсь играет со мной параллельно и захочет ее воспользоваться милости прошу хватайте стреляйте мне повторюсь не понравилось адрабадан и ублюдка оставлять пока что неохот так что-то может как-то кряхтим надо заряжаться фильтром и толкать дальше нашу вагонетку блин так ну что надо приготовиться ждать нападение сволочи там не дремлет потому что светло на улице света не должны выкидить промахнуться неудачно но благо сменилось оружие быстро так вот одного подстрелить удалось второго уже дробью изведем так отлично вроде как о и дверка здравствуйте здравствуйте давайте вылазим смотрим идем пока вроде у нас без потерь нам удается действовать смотрите скотина ходит не успел ее подстрелить ну да ладно давайте зарядим сейчас нас там ожидает в общем схватка такая знаете весьма-весьма серьезно рекомендую подготовиться вам тублюдина там лазит рекомендую подготовиться и ожидать нападения но не скажу когда ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху перед глазами вот еще лежать тихо-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху на месте если меня обнаружат впрочем в этих туннерах похоже есть опасность пострашнее чем там кто-то так 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 там я видел фильтр еще ну ладно фильтров у меня навалом по-моему я а нет фильтров нет уже ну хорошо все возвращаемся дальше но расслабляться тоже не стоит ибо вот тут сейчас у нас будут последняя партия ожидать ну-ка-ну-ка-ну-ка ну-ка издалека ее вот нет ни хрена не убил вот ааа вот это неприятно очень кстати говоря вроде так знаете цели направлено в голову бил но не повредил а это кстати в оправдание наверно тому что многие очень кстати жаловались почему-то что чересчур легко убиваются монстры в этой игре ну ребятки я не знаю они и вас убивают легко если до вас доберутся по-моему все честно а такие ситуации будут часто вам встречаться потому что кроме тогда вас убивать будет успел отстрелить одну ну ах ты какая увидели как он тык 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 застрепился по этой жердочке у меня все в крови да весь мой противогазец так вот что-то мы куда-то по-моему подкатились и видите здесь стрелочка тоже есть которую можно поменять направление давайте аккуратненько сейчас вылезем осмотримся ну все могу вас поздравить монстров мы на этой локации вроде одолели всех и плюс еще осмотрели вроде бы все может быть конечно что-то и пропустил хотя я не уверен в этом не думаю осмотрели мы все комнатки вроде все полезное такое для себя вытащили вагонетка похожа на ту которую мы ехали в d6 если помните такая она паровозная там на углях или на дровах она на чем в самом конце метро 1033 что-то какое-то покоцанное почему так постоянно притормаживает когда подъезжает к стрелке так ой сейчас что-то кажется мне будет такое нехорошее стоп может вылезем посмотрим сперва что тут есть ага нет ничего тут нет к сожалению ничего нет ну очевидно нам предстоит выломать хватит нам разбега то наверное не хватит блин не хватит ладно разгонимся немножечко так ну кучу ты не едешь то ай-яй-яй воу-воу-воу-воу это на самом деле баг глюк небольшой произошел с то что я в ней врезался но ничего страшного сейчас залезем обратно и уже разгонимся ладно друзья мои я думаю на этом пора заканчивать седьмая часть подходит к концу подписывайтесь на канал комментируйте ставьте лайк я надеюсь вам все понравилось сейчас мы расшибем перегородку насладимся экшеном спуском таким экшеном вниз я прощаюсь на этом с вами увидимся в восьмой части всем до новых встреч большое пока до новых встреч